День России Это один из самых молодых государственных праздников в стране, но масштаб его празднования впечатляет. Его отмечают в каждом уголке нашей большой страны. Не остался в стране и Нинецкий округ. Торжества прошли в каждом муниципальном образовании региона, а на главной площади города Маратсей состоялось мероприятие «Слався Россия». Уважаемые дорогие жители Нинецко-автономного округа, День России один из самых главных и основных государственных праздников нашей страны. У нас сегодня не совсем простое время, и я знаю, что нам сегодня сложно. Но мы вместе с вами работаем над наполнением окружного бюджета, над созданием новых рабочих мест, над модернизацией и обновлением производства. И от сегодняшних экономических реалий нам удается оградить, нам удается строить совместное жилье, строить дороги, обновлять и модернизировать производство. Сохранить возможности и право наших жителей на социальную помощь. Но в то же время кому-то приходится затягивать пояса. И я безмерно благодарен жителям нашего округа, которые продолжают трудиться на благо города, округа и нашей страны в этих сложных условиях. У нас великая страна. И всегда великая Россия в периоды опасностей и сложностей мы становились сплоченнее. Из каждого кризиса мы выходили сильнее. И сегодня новая реальность. Новая реальность – это эффективный труд. Повышенная производительность труда. Адресная социальная помощь. И наше будущее зависит от всех нас. Только вместе, только вперед. С Днём России! С этого года по инициативе главы Ненецкого округа Игоря Кошина главные государственные награды региона вручаются один раз в год – 12 июня в День России. Наградой за особые заслуги перед Ненецким округом, которые являются высшей наградой округа, удостоен ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный педагог-краевед, историк Василий Петрович Самойлов. Позвольте вас от имени ветеранов войны, от имени тружеников тыла и детей войны поздравить вас с этим замечательным праздником – Днём России. И пожелать вам всего хорошего в вашей жизни. Пусть будет всегда такое чистое небо и чистый воздух над вами. Спасибо. Спасибо и администрации Ненецкого округа, что меня наградили знаком за услуги в Ненецком национальном округе. Спасибо. Но я не буду говорить, что я служил Ненецкому национальному округу. Служу. И пока сердце влётся, буду служить. Кому надо, всегда приду на помощь. Спасибо. Для Василия Петровича Ненецкий округ стал родным домом. С шести лет он начал трудиться на его благо. Несмотря на возраст, он до сих пор занимает активную жизненную позицию. То, что меня наградили, эти медальные, за заслуги перед Ненецким автономным округом, я горжусь. Горжусь этой наградой. Потому что всю жизнь я чем-то, кто-то делал округ. Звание «Почётный гражданин Ненецкого округа» присвоен ветерану педагогического труда краеведу Ульяне Аполлоновне Истоминой. Для неё это награда как дань и признание не только её заслуг, но и всего поколения, которое восстанавливало и облагораживало нашу страну и наш округ. Мы отстояли страну, мы сохранили страну, мы создали победу, а вот вашему поколению предстоит победу продолжать и победу защищать. А какие качества им мы должны обладать? Качества? Ну, прежде всего, я считаю, труд. Наш народ побеждал благодаря коллективному труду. Также на площади вручили почётные грамоты Ненецкого округа, медаль «Патриот России», заслуженное звание получили и мастера спорта. Кроме того, два школьника Ненецкого округа получили паспорта. Для них это не просто документ, а символ их новой взрослой и самостоятельной жизни в статусе гражданина Российской Федерации. Что бы вы желали жителям нашего округа и всей страны? Что для вас значит этот праздник? Да, праздник очень большой, великий праздник. Действительно, Россия – огромная страна, и она должна победить во всём. И хочется пожелать нашим жителям больше патриотизма. Это, наверное, самое главное. Раньше патриотизм считалось стыдно, говорить, что это патриот страны. Даже три года назад. А сейчас, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, этот статус стал выше. И это правильно. Правильно, что введено ГТО сейчас, да, в России. И хочется, чтобы наша молодёжь была действительно великими патриотами нашей страны. Пересмотрела своё видение. Вот это моё благополучие, активных жизненных позиций, радости, веселье. Ну, чтобы все мечты сбывались у наших граждан, которые живут на территории нашей необъятной страны, а ещё нашего автономного округа. День России для меня – это день независимости России. Это очень важный праздник. Это день Родины. Этот день лежит у сердца у каждого человека. Всем крепкого здоровья, мира над головой, чтобы всего-всего самого хорошего. Чтобы было богато жить. Богатая, хорошая жизнь. А вот, чтобы всё было хорошо, мирно, спокойно, чтобы садовка была хорошая. Сейчас это принято говорить, хорошего настроения, да? Вот. А на самом деле быть дружнее, быть сплочённей и быть едиными. Ну, это знаменательный день для всей России. И что, я знаю, нет такого человека, которого не радовался этому празднику. Это было давно, когда мы перешли, ну, как это, ну, новая жизнь, эпоха нашей жизни, когда мы начали обрадоваться, что у нас теперь есть, ну, как сказать, когда был переворот, мы это всё пережили. Мы пережили с большим страхом, с большими переживаниями. Сейчас мы живём, конечно, в стране, может быть, напряжённая обстановка, но мы живём и радуемся, что мы живём на Ренмаре. У нас всё хорошо, у нас есть работа, у нас есть внуки, которые растут. И мы рады за них и за всех людей. Поэтому всех с праздником! В праздничный день на площади Марассей развернулись многочисленные палатки, в которых можно было отведать национальные блюда или смастерить что-то своими руками. Впервые в округе в праздничный день стартовала акция «Букроссинг». В этой палатке проходит акция «Книговорот». В ее рамках каждый желающий смог обменять свою старую книгу, уже прочитанную, на новую. Давайте спросим, как успехи? Девушки, скажите, пожалуйста, как у вас успехи? Хорошо, подвигаемся. Сколько уже книжек у вас? Почему вы их обменяли, принесли? Ну, принесли примерно 30 штук, обменяли где-то около 70. А как 30 принесли, а 70 запасли? Это некоторые же не приносят книги, они просто берут для себя читать. А, то есть даже так можно? Да, можно так. Если вы с собой не взяли книги, можно просто взять. Праздничное настроение чувствовалось во всем. Кажется, и погода сегодня поздравила всех нарьинмарцев с этим праздником. В год народного единства это особо приятно – чувствовать свое единение.